Привет, я Александра, это минута с налоговым консультантом. Давайте поговорим о том, как правильно выдать фискальный чек покупателю, если продажа товара осуществляется с доставкой ему домой. Основной пункт законодательства о кассовой дисциплине это требование выдать покупателю фискальный чек в момент совершения расчетной операции, то есть в момент проведения оплаты, ни до оплаты, ни после оплаты. То есть нельзя выбить чек заранее в магазине и приехать с товаром и чеком, который выбит, например, несколько часов назад. Также неправильно не выдавать чек, а, например, вернуться в магазин и вечером выбить эти фискальные чеки, хотя оплата была уже проведена дома у потребителя. Поэтому вам фактически нужен портативный кассовый аппарат, и его нужно правильным образом зарегистрировать. Как его зарегистрировать правильно? Вы читаете приказ Министерства финансов номер 547 от 14 июня 2016 года, которым утвержден порядок регистрации и применения регистраторов расчетных операций. Одним словом, чек выдается по местонахождению так называемой хозяйственной единицы. И вот когда вы регистрируете кассовый аппарат, вы в номиновании хозяйственной единицы указываете выездная торговля. Об этом сказано непосредственно в приказе Министерства финансов. То есть порядок действий следующий. Вы для начала подаете форму 20 УПП, где регистрируете стационарный или передвижной объект торговли. Затем вы регистрируете кассовый аппарат на хозяйственную единицу выездная торговля. Есть еще опция зарегистрировать кассовый аппарат на автомобиль. В таком случае наименование хозяйственной единицы будет содержать данный регистрационный номер этого автомобиля. И в момент совершения операции через портативное РРО вы выбиваете чек. Возможно он придет на имейл покупателю. Возможно он будет непосредственно в бумажной форме. Но правильно выданный чек это чек, выданный потребителю в момент оплаты. У нас на этом все. Работайте с выездной торговлей правильно. Соблюдайте законодательство кассовой дисциплине. Всего хорошего. Пока.